так и мы начинаем с вами делать колодки нам понадобится пластика то есть это у нас глина не сама запекала за затвердевающие а ее надо запекать в духовке дальше вот такое приспособление не знаю как она называется у мужа нашла ножницы стелька и бумажечка а еще вот знаете вот такие вот штучки либо же вот такая вот вот такой вот саморезик то есть его прямо берем и туда вот так заталкиваем вот так закручиваем и у нас получается торчит ну просто для удобства чтобы держать полу удобно это вот я уже слепила две колодочки сейчас их пойду запекать про запекание еще поговорим и так берем стельку обводим стелька нам нужна именно того размера каким вы хотите себе сделать колодки обвожу это просто будет у нас найти вот как подсказка дальше открываем эту глину где-то нужно открыться как-то начинаем лепить взяли один кусочек я думаю много слишком будет колодочка у нас небольшая в общем сначала мы его разминаем его это ее клину разминаем таким образом она была мягенькая прям большой кусок конечно дорогу наверно лишнее тоже колодочку я буду делать маленькую для маленьких ботиночек 3 3 где-то линейки тоже нету на 3 сантиметра воли мячка же вот она 3 сантиметра а у меня здесь еще вот такие как-то они тоже называются нужно спросить заклепки заклепки можно их поставить попробую с ними сделать не шурупами а с заклепками когда слепим в общем процесс очень очень быстрый смотрите вот слепили вот такую колбасу потом ее завернули вот так здесь у нас уже будет подошва дальше берем листик и прикладываем подушку и смотрим я не буду делать вот такую большую потому что слишком вообще можно такую сделать большую да вот одни колодочки вот вот эти колодки у меня видите чуть поменьше они такие широкие на эти сделаем широкий чтоб разные были ноги разные ботинки были в общем всего на что хватает вашей фантазии все что вы хотите то можно и сделать здесь вообще нет ограничений никаких просто вот будут лично ваших ботинки по вашей колодки не как у всех найти вот люблю такие широкие вот так прям вот видите вот таким образом пальчиками сюда туда и вот так так четочку можно вот тут поражать и пока мы ничего не измеряем пока мы просто набрасываем дарис эскиз такой делаем сейчас летом 2 вот хотелось бы мне тут побольше конечно ведь у меня тут слишком вот тут поменьше и вот сюда побольше чтобы был такой такой вот бум ты пачок так беру еще кусочек глины вторую лепим потом мы ее доделаем нам надо главное чтобы они одинаковые получились для этого нам нужен вот этот инструмент можно и без инструмента если у вас глаз алмаз то конечно можно и без инструмента все получится дальше смотрите когда мы все сделаем нам нужно будет ее запечь и не так вот как написано пачки три часа траля-ля оставите вечером в духовку на час она у вас вот эта масса запекается и вы не вытаскиваете ее пока она не остынет утром будет вытащить она как раз сама там остынет сама своим путем естественным у вас будут колодки если вы вытащите она еще будет не остывшая масса то может произойти разлом перелом в общем она будет хрупкой поэтому нужно остудить прям до совершенно такого вот холодного состояния поэтому лучше это все делать на налить с вечера до утра она там все стоит находится и утром встаете у вас готовый вот это мне большой получился конечно огромный вот хотелось бы вот такой прям сделать большой большой имеют в плане вот здесь маска нравится небольшие нас их так сейчас него подделаем подкрутим подошва вообще можно даже подошву так прикладывать это картон обычная просто стельку вырезала из картона то есть любую берете стельку любую любой размер и потом просто делаете обувь либо из кожзама даже колодка нужно не так чтобы прямо сделать вот носок такой идеальный да просто даже чтобы сделать обычные ботинки на колодке их очень удобно делать потом покажу и сам далее сделать вот мне вот этот больше понравился чем вот этот вот видите он какой пуска плосконосый сейчас будем переделывать тот а этот прям суперский вот поэтому я вот поэтому ботинок все сделают тот ботинок переделаю в общем его а потом будем уже подгонять их одинаково делать вот вот такой хочу сделать ботиночка такой узенькая такая щиколотка и ботиночка отличная у него как понравился теперь надо отлепить вот этот супер такой прям большой вот маленькие ботиночки побольше ботиночка видите разница какая и таких колодочек можно очень очень много делать сейчас я сделаю заново добавлю даже в вернее добавлю отсюда его надо будет только смешать вот так чтобы не было у них переходов никаких прям так вот туда вбить так что девчонки процесс очень очень легкий приятно занимательный а что получится в конце знаете так всегда интересно какая обувь из этого всего выйдет день не должен краситься в принципе когда будете делать обувь когда на колодке делают обычно кожу то ее смачивают чтобы она приняла форму колодки и с колодкой ничего не происходит она остается такой какая есть в общем поэтому такая прелесть этого материала в том что ничего с ним не происходит колодка не ломается узнать из гипса раньше кто-то делал колодки и не очень хрупкие но это тоже хочу сказать не такой что если вы бросите с ним ничего не случится с ним тоже надо бережно относиться к этой колодке так почти не что так помните что вы делаете левой и правой поэтому нужно стельку переворачивать один башмак так на второй вот так так подгоняем подгоняем постельки тут легко подогнать а вот вверх нужно будет уже вот этой штучкой не знаю как он называется как-то нет я знаю как называется но забыл знаете так хуже всего не знать а еще потом и забыть помню что я знала как он называется так так ну что а теперь начинаем самое интересное дело теперь мы измеряем чтобы они были одинаковые берем вот эту штуковину и вот так вставляем башмак вот так прям главное не зажать чтобы он не сломался так это у нас вперед она зажала сильно сильно зажала сейчас в общем приблизительно вот так вставили высунули это у нас перед также встал видите встал и сумас теперь нам надо измерить вот здесь вот здесь подъем высоту подъема смотрите сколько не хватает ха-ха-ха не хватает очень много еще надо будет подлеплять в общем лучше конечно взять сразу большой кусок потому что подлеплять я не знаю как она будет держаться лучшую лепить из цельного куска девчонки сразу из цельного заново все рушь так не охота заново рушить все придется вот туда воткнуть заново придется слепить будем лепить заново много слишком не хватило там бывает и такие процесса вы думали сразу все сразу все строится так это у нас вот этот вот левый это у нас правый теперь я вот тут поменьше возьму побольше оставлю так дубль 3 что-то у нас правый ботинок совсем не получается с первого раза чтобы попасть будет покороче наверное сам сам процесс это сделать их одинаковыми сам трудозатратный процесс когда рука уже набьется будет легче так это оно это оно вот так так это у нас сюда нужно пойти если не заходят нужно взять ножик где бы его взять этот ножик ладно и срезать лишнее то есть не надо его вдавливать туда просто срезать и будет тоже хорошо так подошел теперь меряем снова вот этот вот носочек можно вот так вы измерить я чувствую тут большой он очень большой сразу получился большой вообще нога какая-то огромная именно это будем уменьшать и срезаем лишнее потому что если вы будете его туда втыкать то он все равно меньше не станет от этого надо убирать лишнее лучше конечно строительным ножичком вот эти все нюансовые увидели мы добьемся чтобы было ровно так так вот так тут заметила так и вот так срезаем так срезаем так 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 все равно большой так 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 Да, вот это плавнее идёт вот так, я сейчас их вот так на глазик. Тут поменьше, поуже. Так, ну вот и всё практически. Готовы ботинки, то есть колодки, тут влезает. Сейчас проверка ещё одну, один разочек. Ну а эту уже, в принципе, тоже можно померить её. Но могу саму, ногу, ногу. Почти прошло. Так, всё, теперь мы вот такие вот штучки туда втыкаем. Вот так. Раз. И два. И идём запекать их. Вот так. Видно уже, да, что... Смотрите, у меня даже вот этот, по-моему, чуть-чуть побольше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не то, чуть-чуть, а прям побольше. Я почему-то устал. Главное теперь их убрать подальше от котов и от детей, чтобы не нарушили форму. Такое чувство, что вообще огромный какой-то ботинок. Надо вот так чуть-чуть расплющить. Так, ну вы поняли суть, да, мои хорошие? Суть понятна. Можно идти и творить. Делать. Проверим ещё разочек. Сзади посмотрим. То есть смотреть нам со всех сторон вообще, со всех, со всех. И пришли. Ну, в принципе, как-то идеально. Как-то, наверное, идеальнее не будет. Я на этом и остановлюсь. Так. Всё, запекаем, ставим на ночь. И получаем ботинки, то есть колодки. А это у меня покупные колодки. И знаете, не очень они удобные. Мне не нравятся. Хотя, когда кожзам делать на них удобно, конечно. Но вот нету такого носочка. Вот они, видите, какие приплюснутые просто вот. То есть совсем не так, как хотелось бы. Видите? А мне почему-то нравятся ботинки приплюснутые. То есть заговорилась уже. Ботинки не приплюснутые такие. Настоящие. С носами. С такими мощными носами. Вот так вот он бывает. Вот так вот он. Заlarınинка сахара.